Резак 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 поручейниковый – ценное кормовое растение, иногда засоряет посев. Растение также применяется в народной медицине. Произрастает в Европе, Передней и Средней Азии, на Кавказе. В России известно два вида, распространенных в южной половине европейской части – на Северном Кавказе, а также на юге Западной Сибири. Федотов Павел Андреевич Федотов – выдающийся русский живописец и рисовальщик, родоначальник критического реализма в русской живописи. Родился в 1815-м, умер в 1852-м году. Павел Андреевич родился в Москве в семье титулярного советника. В 1826-1833 годах учился в Первом московском кадетском корпусе. Затем служил в Петербурге в лейб-гвардии финляндском полку. С 1834 года, будучи офицером, начал посещать вечерние классы Академии художеств. Выйдя в отставку в 1843 году, стал брать уроки у профессора батальной живописи Зауэрвейда. Но вскоре Федотов обратился к жанровой живописи, где выступил подлинным новатором. Первой картиной художника было «Полотно свежий кавалер», написанное в 1846 году. В образе чиновника, хвастающегося перед своей кухаркой, полученным орденом, Федотов показал пустой и пошлый мир чиновничества. Социальная сатира полотна была столь острой, что цензура запретила делать с картины литографии. В 1847 году Павел Андреевич пишет картину «Разборчивая невеста» на сюжет одноименной басни Крылова. Самая популярная картина художника – «Сватовство майора». Картина написана в 1848 году, и из-за нее художник получил звание академика. Изображая сватовство майора-дворянина, купеческой дочери, в надежде поправить свои финансовые дела, Федотов создает в этой картине сложную сцену с большим числом участников, объединенных в единое действие. Драматическая грань таланта Павла Андреевича ярко проявилась в картине «Анкор. Еще анкор». Чувство тоски и одиночества, душевной опустошенности офицера, убивающего время за пустой игрой с пуделем в темной деревенской избе, выражено с удивительной трагической ноткой. Та же тема прозвучала и в картине «Игроки», написанной в 1852 году. Федотов был автором нескольких прекрасных портретов – «Вдовушка», «Портрет Жданович за фортепиано», «Портрет отца» и некоторых других. Всего художник создал более 20 портретов, 10 жанровых картин и около тысячи рисунков и акварелей. Продолжение следует... Продолжение следует...